В эти дни в Нижнем Новгороде проходит пятый международный IT-форум. Всего его уже посетило более 4000 человек. И сейчас у нас в гостях Сергей Кучин, министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области. Сергей Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Начнем с последних новостей. Вот сегодня на Нижегородской ярмарке было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством информационных технологий и Нижегородским клубом IT-директоров. Расскажите об этом подробнее. Просто я знаю, не многие даже знают, что существовал такой клуб. Существует. Действительно, мы сегодня подписали такое соглашение с этой общественной организацией Нижегородский клуб IT-директоров. Это организация, которая объединяет специалистов IT-сферы, очень многих компаний, которые работают на самом деле в разных сферах деятельности. А СИО или IT-директора это либо заместитель руководителя организации, либо руководитель IT-шного подразделения, который отвечает за это направление. Естественно, это высококвалифицированные специалисты. Специалисты, обладающие набором очень важных и интересных компетенций, которые нам интересны. И поэтому мы с ними очень уже давно и хорошо дружим, а сегодня просто договорились зафиксировать это на бумаге. И в том числе договорились в неких направлениях более плотного сотрудничества в качестве привлечения как экспертов, как консультантов, либо для проведения каких-то совместных мероприятий. То есть, получается, это некий профсоюз IT-директоров? Это не совсем профсоюз, но это организация, объединяющая людей, которые хорошо разбираются в этой теме. И у вас уже намечены ряд мероприятий совместно. Да, вот я сегодня приводил пример, что Александр Квасов, президент клуба IT-директоров, он, например, входит в состав оргкомитета по подготовке к этому форуму. То есть, вот мы уже их привлекали и привлекали раньше. И сейчас то, что происходило в течение этих дней в Нижнем Новгороде, клуб IT-директоров является непосредственным участником процесса организации. А кто был инициатором соглашения? Инициатором соглашения были мы, ну, наверное, будет правильно сказать, что это совместное решение. Мы действительно хорошо дружим. Само по себе подписание соглашения – это соглашение не финансового характера, это некий договор о намерениях. Это, скорее, больше такая, там, даже рекламный или политический такой акт, да, который говорит, у нас есть такая организация, и есть органы власти, которым она интересна, и мы сотрудничаем. То есть, мы не сами по себе, а мы работаем вместе с профессиональным сообществом. То есть, узаконили отношения, можно сказать. В этом году форум отличался по организации компаний. Расскажите, каким образом и как вам этот опыт? Действительно, форум был немножко нетрадиционный. Решение о проведении выставочной части форума, экспозиционной части в другом формате нам далось очень трудно. Мы долго обсуждали, потому что формат был выбран такой. Если традиционно на форуме выставляются какие-то компании, бренды, то есть стоят в ряду, столики, названиями, и они показывают свои решения, которые на самом деле могут использоваться в различных сферах. И если специалист образования, сфера образования, например, попадает на площадку организации, которая производит программные продукты для медицины, то он может и не понять суть этого, да, и не увидеть то, что нужно ему непосредственно, потому что он не знает, какая компания производит продукт для его сферы. Теперь мы всех объединили по сферам деятельности, по этапам жизненного цикла, как мы хотели, чтобы показать, что эти технологии сегодня настолько сильно переплелись с нашей жизнью, и практически на каждом шагу мы ими пользуемся. И вот стенды были организованы так, допустим, блок электронного образования. И там прямо с самого начала детский сад, какие-то устройства, либо программные продукты, либо обучающие программы, которые используются вот в этих учреждениях. Потом школа, да, электронные учебники, интерактивные доски, электронный дневник, потом высшее учебное заведение и так далее. То есть всё, что касается сферы образования, было в одном месте. И это производители могли бы там 10-20 различных компаний, но специалист, которому это интересно, он получал всю общую картинку, а если интересовался каким-то конкретным решением, естественно, он узнавал, кто автор этого решения. То же самое было. Электронная медицина, электронная культура, электронное правительство в целом, электронный бизнес, электронный быт. Вот такие вот блоки, которые позволили нам собрать вместе продукты, устройства, какую-то технику, нацеленные для реализации конкретных задач. Это было, как нам теперь, мы увидели уже это значительно проще для участников, для посетителей. И, на мой взгляд, очень удобно для самих организаторов, потому что мы теперь сами увидели, что такое IT. Кто-то, может быть, увидел своих конкурентов первые в лицо. И да, понятно, что для посетителей это бесспорно удобно. А есть уже первые отзывы непосредственно от участников? Они тоже будут? Конечно, конечно, отзывы есть. И отзывы, ну, по крайней мере, то, что мне удалось услышать, все очень положительные. Все отметили, что это действительно интересный опыт. Многие сказали, мы тоже так попробуем. Многие сказали, что на самом деле раньше мы узнавали много компаний, а теперь мы знаем, что такое IT, да, что они производят. Но самое главное, что мы получили положительные отзывы от профессионалов и профессионалов руководителей высокого ранга. У нас в рамках форума проходил Совет по оригинальной информатизации во главе с министром связи и массовой коммуникации Игоря Леонидовичом Щеголевым. Приезжала его команда, его специалисты, заместители, директора департаментов. Они тоже это посмотрели. И они все вместе сказали, что это здорово, это хороший опыт. Губернатор Нижегородской области посетил, да, я теперь тоже чуть-чуть по-другому смотрю на информационные технологии. У нас были специалисты со всех регионов. То есть Совет состоит из руководителей, заместителей губернаторов либо руководителей профильных министерств всех регионов Российской Федерации. Это высокие руководители, имеющие определенный опыт, в том числе опыт посещения различных выставок и форумов. И они, по крайней мере, те, с кем мне удалось подробно пообщаться, к сожалению, со всеми в таком близком контакте не получилось. Но с теми, с кем удалось, все сказали, что интересно. Интересно, мы тоже будем пробовать делать что-то подобное. Интересно еще тем, что почти не изменилось содержание, просто мы придали новую форуму, да, и сразу такой отзыв. А теперь вот о форуме в целом. Напомню слушателям, что первый день был посвящен вопросам построения в России электронного государства. Как известно, Нижегородская область лидирует в этом плане электронного правительства. Участники форума обсуждали этот вопрос и с какой стороны? Конечно. Насчет лидерства действительно уже 4 квартала, то есть год, Нижегородская область является лидером по развитию электронного правительства по оценке одной из независимых организаций, которая делает эту оценку уже несколько лет, по формализованным признакам, оценивая качество региональных порталов госуслуг, способов оказания услуг населению, посещаемости, там, качеству работы и так далее. Вот. Они считают, что наш портал госуслуг и все, что с ним связано, лучшее в России. Это здорово, да. Мы этим гордимся, мы его развиваем, продолжаем. Вот. А то, что обсуждалось, в том числе, там, и результат Нижегородской области, было очень много тематических различных совещаний. Всего в рамках форума проходят около 30 мероприятий. И на самом деле они не заканчиваются. У нас еще через несколько дней будет несколько мероприятий, они тоже проходят в рамках форума, но на другой площадке, в университетах будут проходить с привлечением студентов. Вот так вот, на этих тематических совещаниях обсуждались там разные вопросы, но самый такой важный, наверное, там, злободневный, можно сказать, это вопрос реализации федерального закона об оказании государственных услуг. Это вот перевод услуг в электронный вид, это внедрение универсальной электронной карты, это организация международного взаимодействия без участия человека, когда надо справки там самим не надо собирать, а мы теперь в органах власти имеем право требовать это. А вот сроки наступают очень скоро, 1 июля мы должны начать работать в новом формате. И здесь, конечно, все участники заинтересованы, в первую очередь, в результатах этой работы обсуждали, как сделать проще, как сделать качественнее, что мы еще не готовы сделать, да, и что надо поменять нам. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области Сергей Кучин. Мы обсуждаем международный форум информационных технологий, вот второй день посвящен проблемам создания и развития электронного общества. И что нового было озвучено в этот день? А это вот, на самом деле, эти две темы очень сильно пересекаются. И электронное государство, электронное общество и все остальное электронное, от нас сегодня все звенья одной цепи. Вот, и когда мы формировали программу, с одной стороны, нам просто, потому что тут можно сортировать мероприятия, они так или иначе будут там связаны друг с другом. С другой сложно, все равно надо как-то выделить эту тематику. Вот, второй день, посвященный формированию электронного общества, там было несколько тематических круглых столов и дискуссий, связанных с общением в сети, СМИ электронным, по созданию и развитию электронных приложений для продвижения, допустим, там, печатной продукции, электронной журналы. Российская газета очень активно работала у нас на площадке форума, организовала там целую серию столов, круглых столов. И дискуссии, на которых обсуждались как раз проблемы, готовы ли сегодня общество работать в новом, там, общаться в новом формате? Что такое, там, открытый интернет, свободный интернет? Что такое безопасность в интернете? Вот это все касается информационного общества. И это была темой второго дня. Вот сегодня обсуждали проект электронного предприятия. А что вот это такое? Можно ли считать там, это же самое онлайн-предложение к российской газете, там, электронным предприятием? В какой-то мере можно, но сегодня вообще, понимаете, IT в бизнесе, это, с одной стороны, вроде то же самое, что и в других сферах, но, с другой стороны, это определенная специфика. Потому что программные продукты для организации бизнес-процессов, например, там, конвейера, да, это определенная специфика. И это специфика, которую знает очень узкий круг специалистов и может обсуждать. Если о свободе интернета мы можем говорить легко относительно все, то там уже нужен определенный набор знаний. Поэтому сегодняшние круглые столы, они собрали специалистов, профессионалов, там уже в отдельных отраслях. Несколько мероприятий организовала компания Intel, один из наших главных партнеров организации форума. А Intel – это только известная компания, которая присутствует у нас почти у каждого в той или иной мере, или там чипы у них и в телефонах, и компьютеры у нас, процессоры. Пожалуйста. Но это определенная специфика. Они впишут специальное программное обеспечение. Они организуют производство в очень узкой сфере деятельности. И вот, по-моему, три мероприятия сегодня было посвящено как раз этим направлениям работы. Ну и на выставке отдельный блок, который касался у нас электронного предприятия, там присутствовали компании, не производители программного обеспечения, а именно пользователи. То есть там стояли компании, занимающиеся обработкой металлов, допустим, там строительные компании, выпускники наших бизнес-инкубаторов, допустим, там лесной дозор, которые ставят камеры на вышках в лесу и позволяют обеспечивать у нас, следить за состоянием. Они уже резиденты Сколково. Да, они уже резиденты Сколково. Вот они тоже присутствовали у нас на выставке. То есть это IT, это в бизнесе. Это не производство IT-решений, но это их активное использование. И, Сергей Валентинович, коротко в целом, Ваша оценка форума? Мне кажется, что форум удался. Естественно, я один из главных ответственных за это мероприятие, главных организаторов. Ответственен и с точки зрения идеологии форума, и с точки зрения организации. И мне кажется, то, что мы планировали, мы достигли. Во-первых, мы отработали этот новый формат и показали, что он успешный. И, может быть, даже нашим опытом теперь будут многие пользоваться. Мы-то точно будем пытаться его развивать. Во-вторых, мы ставили определенную планку себе по количеству участников. В прошлом году у нас около двух тысяч человек было на форуме. Сейчас предварительные оценки говорят, что за четыре тысячи мы перешагнули посетителей. То есть у нас есть две с лишним тысячи зарегистрированных участников, но были еще люди, которые просто приходили, смотрели, участвовали без регистрации. И вот в целом оценка говорит, что за четыре тысячи мы перешагнули людей. По количеству мероприятий мы тоже планочку выдержали. Там 30 мероприятий прошло. Причем насыщенные, каждый из которых вполне может стать основой для отдельного форума, для отдельного круглого стола и собрать под это специалистов специально. Ну и, естественно, то, что министр согласился провести у нас совет по оригинальной информатизации, и под это мы привлекли еще представителей всей страны. То есть сегодня мы стали такой большой российской площадкой, на которой не просто показываются или дискутируются какие-то темы, а на которой принимаются решения, которые будут исполняться на всей стране, и от которых будут зависеть направления развития IT-отрасли. Спасибо. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем. Напомню, у нас в гостях был Сергей Кучин, министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области. Спасибо, Сергей Валентинович. До свидания. До свидания.